Решил мужик сперму на анализ дать. Приходит к врачу. Врач говорит, вот, возьмите баночку, а завтра с утра принесете. С утра приходит мужик с пустой банкой и говорит, одной рукой пробовал, второй рукой пробовал, обеими сразу. Потом жена двумя руками. Ртом соседку позвали. Доктор, вы соседку позвали? Мужик, да, все перепробовали, но так и не смогли открыть эту банку. Бабка с дедом ложатся спать. Бабка не успела лечь, смотрит, а дед захрапел. Бабка, дед, а дед, а помнишь ты меня, по руке гладил. Дед так поворачивается, гладит ее по руке и снова захрапел. Бабка, дед, а дед, а помнишь ты меня, в щечку целовал. Дед снова поворачивается, чмокает ее в щечку и снова захрапел. Бабка, дед, а дед, а помнишь ты меня, за ушко кусал. Дед вскакивает с постели и бегом на кухню. Бабка, дед, ты куда? Дед, пойду зубы одену. Маленький мальчик подходит к матери и говорит, мама, мам, а я знаю, почему у девочек писяна нету. Почему? Потому что он на них отваливается и не держится. А с чего ты взял? А я твой у тебя под подушкой нашел. Четырехлетняя девочка подходит к деду и спрашивает, дедуль, а что у тебя в штанах? На что дед отвечает, конец любви и два мешка воспоминаний. Бабу до истерики может довести любая мелочь. Мужика до истерики может довести любая баба. Собранием в больнице идет перекличка. Хирург? Есть! Ортопед? Есть! Глазнюк? Тишина. Василий Петрович, а вы что молчите? Так я не глазнюк, я окулист. Да какая разница? Как какая? Вы же гинеколога пиздюком не зовете? Десятиклассница приходит домой и жалуется отцу. Пап, мне один парень сказал, что у меня хорошая облицовка, большой бампер. А еще он хотел заглянуть под капот. Что это означает? На что отец отвечает дочке. Доченька, а ты скажи ему, что ты на гарантии. А если он захочет заглянуть под капот и измерить уровень масла, я ему выхлопную трубу расширю так, что мама родная не узнает. Мужик проходит собеседование на должность помощника депутата. Девушка с отдел кадров спрашивает. Ой, а вот здесь в анкете написано. Физические недостатки. Если не секрет, то какие? Мужик, да понимаете, в армии служил. Яйца оторвало. Она, да не переживайте, вы нас полностью устраиваете. Рабочий день у нас начинается с 8 утра до 5 вечера. Поэтому жду вас завтра в 10 утра. Мужик, как в 10? Вы вроде сказали с 8 утра. Уважаемый, это же Госдума. Здесь первые 2 часа все ходят, шляются, яйца чешут. Поэтому вам здесь с утра делать нечего. Московский лектор читает лекцию о вегетарианстве в клубе колхозов. Дорогие мои колхозники, всю жизнь живете, не знаете, каково это вредно мясо есть. Понимаете, в крови холестерин. С задних рядов кричит 90-летний дедушка. И ноги мерзнут. В непонятках клетка снова продолжает. Вы понимаете, это лишняя нагрузка на сердце. Сосуды забиваются. Дед снова. И ноги мерзнут. Заканчивая лекцию, лектор говорит. Вы понимаете, организм от этого стареет. Дед снова. И ноги мерзнут. Лектор не выдержал. И говорит. Дедулечка, ну почему же ноги мерзнут? Вы понимаете, я на ночь мясо съем. У меня елда встает. Одеяло стягивается. И ноги мерзнут. А разговаривают две подруги. И одна другая говорит. Блин, представляешь, у нас с мужем уже две недели. Нету она. Да ладно, способ такой знаю. Приходишь домой. Раздеваешься до головы. Встановишься напротив входной двери. Раком и стоишь. Он приходит. Деваться некуда. Все дело сделает. И спать. Да брата у вас прибежала домой. Разделась. Встала напротив входной двери. И стоит. Возвращается ее брат. Естественно, после тринадцатой зарплат. Земли не вижу. Домой хочу. Открывает дверь. Смотрит. А там такая вот. Е-мое. Обходит это все. На следующий день приходит на работу. Говорит. Все. Пить бросает. Да ладно, Петрович. Ты что. Он все, все вышел. Прихожу вчера домой. Открываю дверь. А там гном. Щеки воборот. Домой. Рот вот так. Улыбается. Сидит заяц. Плачет. Мимо проходит лиса. Заяц. Заяц. Да что плачет. Да менты права отобрали. Да не плачь. Сейчас верну. Через некоторое время. Не, заяц. Не отдали. Заяц снова плачет. Волк проходит. Заяц. А заяц. Ты что плачет? Да менты права отобрали. Да не плачь. а свернул. Через некоторое время медведь говорит, не, заяц, не вернули. Идет мимо козел. Заяц снова... Слушай, заяцик, ты че плачешь? Да менты права отобрали. Да не плачь, а свернул. Через некоторое время козел. На, заяц, права. Заяц, как тебе удалось? Козел, да понимаешь, прихожу в ментовку, открываю дверь, а там все свои. Ха-ха-ха. Вызвала монашка такси. Подъезжает машина, садится она на переднее сиденье к водителю, едут они. И монашка заметила, что водитель на нее поглядывает. Он такой, да не переживайте, вы понимаете, всю жизнь мечтала с такой красивой монашкой поцеловаться она. Ох, исполню я твою заветную мечту. Ответь мне на один вопрос. Холост ли ты и православную ли веру исповедуешь? Мужчина утвердительно махнула головой. Монашка на него накинулась множеством поцелуев. Но через некоторое время водитель, ох, загрустнулась, совесть-то гложит и говорит, ох, обманул я вас, женат я и еврея. На что монашка отвечает поправляя макияж. Ха-ха, вообще-то я Валера еду на костюмированную вечеринку. Пришло время Ивану царевичу жениться. Взял он лук, стрелил, идет по болоту, ищет стрелу, смотрит, лягушка сидит, стрелу держит. Говорит, ну, Иван, что мне теперь делать? Она, ну как, что, поцелуй меня, я в красивую девушку превращусь. Он ей целует, хоп, и красивая девушка. Он, ну, а сейчас что делать? Она, ну как, что, прижми меня к дереву. Он ей взял и жахнул. Он снова, а сейчас-то что мне делать? Она, ну как, что, женись теперь на мне? Он, не, не хочу. Она, да я снова в лягушку превращусь. Он, да бог с ней. Она, хоп, и снова в лягушку превратилась. Он так ее берет за лапку, в корма ложит, говорит, такая херня удобная. Гаишник останавливает в жопу пьяного водителя, проверяет его документы. Все хорошо. Потом говорит, слушай, дыхни. Тут, хх, слушай, еще раз дыхни. Тут опять, хх, слушай, ну я не пойму, ну ты в жопу пьяный. Расскажи способ. Я тебя отпущу. Договорились. Да, говорились. Да, я себя не употреблял через клизму. Гаишник так репу чешет и говорит, слушай, ты только никому не говори, водитель. Да почему? Гаишник. Да потому что на жопу заставят нюхать. Попадает наркоман в ад, смотрит, а кругом конопля, берет косу и начинает косить. Сосед, ты че, совсем? Вон уже накошено. Наркоман бегом бежит, хватает, начинает ее мять. Сосед снова, слушай, совсем шуль дурак, вон уже намято. Наркоман спять бежит, подбегает, начинает косичок забивать. Сосед снова, слушай, совсем шуль, с головой не пойму. Вон уже готовый лежак. Наркоман подходит, берет, хватает, радостный, по карманам шарится, а спичек нету. Сосед спрашивает, слушай, а спички есть? Сосед говорит, бы в спичке был бы рай. Приходит бабулька к врачу, доктор говорит, ну, бабулечка, проходите за ширму, как будете готовы, так позовите. Через некоторое время из-за ширмы голос, иди сюда, баловник. И едет бабулька в трамвае, трогает за плечо молодого человека и спрашивает, вы сейчас слазите? На что он отвечает, бабулечка, я слазил по утрам, и то только с хороших девушек. На что бабулька отвечает, сопляк, молокоотцов, в наше время с хороших девушек не слазили, а сползали. Привет, Кума! Ой, что-то у меня руки болят, ноги болят, спина болит. Ой, ладно тебе жаловаться. А вот люди говорят, что видели тебя с Петькой на сеновале, с Колькой во ржи, с Витькой в сарае и обнималась. Вот люди, а! Вот люди! Один орган здоровый и то позавидовали. У одной женщины был попугай. Часто он ронял нецензурную брань. В Новый год, перед тем, как прийти гостям, она его спрятала в холодильник. Да позабыла! С самого разгара Нового года просит она маленькую девочку из гостей принести компот из холодильника. Девочка бежит к холодильнику, открывает его и говорит Пингвинчик! На что отвечает попугай Хуинчик! С вами бледями Дед Морозом станешь! Дорогая, я тебе торт купил. Съешь кусочек? Не-не, зай, спасибо, дорогая. Ну, посмотри, какой он аппетитный! Ну, съешь кусочечек, прям, чуть-чуть совсем! Не-не, зай, спасибо, но я не голодна! Ну, совсем чуть-чуть! Отвали от меня! Я после шести не ем! Жри торт, дура! Там кольцо! Жениться на тебе хочу! Положили деда в больницу, пришла его бабка проверка, принесла ему баночку деревенских яиц, естественно, в помёте, в перик и на тумбочку поставила. Идёт обход врачей. Врач заметил, после обхода говорит мистер, слушай, ну, ты сходи в седьмую палату, деду яйца помой. Она, хоп, дед, на кушеночку моет, ему дед шоки, бабка за сорок лет не моет, а тут молодушечка намывает. На следующий день та же самая ситуация. Она говорит, ну, я же тебе сказала, деду яйца помой, а? Она, ах, зараза, дед, жалуется, берёт деда, хоп, шампунями, лосьонами, кремами, там, мух, драит ему всё. Дед шоке спрашивает у мужиков попалать, вам-то моют яйца, а не, дед думает, блин, да шо такое. На третий день снова такая ситуация, она, я же тебе сказала, деду яйца помой, она хлоп, деда, бреет ему, моет. Дед шоке звонит бабка, он такой, слушай, бабка, забирай меня отсюда, к операции готовят, кастрировать хотят. Студент сдаёт экзамен, а преподавал валит, валит и валит. Препод, всё, ладно, отвечаешь на этот вопрос, всё, сдал. Сколько в аудитории? Лампочек. Студент так быстро смотрит, читает, девять. Препод так достаёт из кармана, нет, неправильно, десять. Придётся тебе пересдать, пересдача, тот же самый вопрос. Студент отвечает, не задумываясь, десять. Препод так ехидно смеется, а-а-а-а, неправильно, сегодня я лампочку не взял. Студент так вытаскивает из кармана, говорит, зато я взял. Спасибо за просмотр, оставляйте свои комментарии, всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова